Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики канала моей супруги Татьяны Авровой. Сегодня я буду готовить блюдо кавказской кухни Чехобили из цыпленка. Вариантов приготовления этого блюда очень много, но я выбрал вариант с добавлением грецкого ореха. Я однократно готовил это блюдо, получалось очень вкусно. Ну что, друзья, начинаем готовить. Готовить будем его вот из такого цыпленка. Цыпленочек молодой, свежий, весит 800 граммов. Я цыпленочка хорошо промыл и теперь буду его разделывать. Сначала отрежем ножки. Резать надо по суставу, чтобы кусочек легко отрезался. И второй. Делаем то же самое. Режем по суставу. Так, теперь отрезаем крылышки также по суставу. Второе крылышко режем также по суставу. От крылышек отрезаем ту часть, в которой, собственно говоря, никакого мяса нет. Теперь разделываем грудку. Режем также пополам по суставу. Филе грудки освобождаем от каркаса. Вот остался каркас, который мы, собственно говоря, и используем для бульончика. Ну, теперь укладываю кусочки цыпленка в дуршлаг для того, чтобы еще раз промыть тщательно перед укладкой его в сковороду. Эту часть цыпленка я убираю в пакетик и отправляю в холодильник для будущего бульона. Ну, теперь я нарезаю лук. Резать буду полукольцами. Вот, наверное, нет все-таки четверть кольца. И потом измельчу. Ну, вот, очередь дошла до помидор. Для начала надо снять кожицу с помидор. Как это делается, вы можете увидеть на канале. Ссылочка на этот ролик будет дана в описании. Ну, вот, помидорчики я уже почистил. И теперь начинаю их нарезать на мелкие кусочки. Помидоры переложил в мисочку. Теперь можно заняться чесночком. Вот чесночок я взял. Три зубчика достаточно. Теперь буду очищать его. Музыка. Сночок убираем в сторонку. Теперь нам надо растолочь орехи. Пересыпаем три четверти стакана ореха в ступку. И начинаем толочь. Музыка. Вот, я заканчиваю толочь. Примерно вот до такой консистенции. То есть крошка будет из ореха выглядеть вот таким образом. Все орехи готовы. Практически ни одно блюдо грузинской кухни не обходится без ароматных трав. У меня здесь кинза и я еще добавил листики базилика. Музыка. Корешки отрезаем. И начинаем мелко нарезать нашу траву. Музыка. Ну вот, все составные блюда я подготовил. И теперь непосредственно приступаем к приготовлению. Выкладываем разделанного цыпленка в сковороду. Следом выкладываем сразу же лук. Сковорода у меня глубокая. Вы учтите этот момент. Теперь выкладываем масло. Порядка 100 граммов. Я выкладываю топленое масло. Ну, у кого нет топленого, может положить 100 грамм обыкновенного сливочного масла. Вот это все накрываем крышкой. И пусть оно теперь тушится несколько минут на среднем огне. Так, открываю крышку. У нас тут все кипит. Надо немножко размешать. Кипело. Ну, тушилось где-то в течение 10 минут. В промежутке я подходил, размешивал это все. Переворачивал цыпляк. Чтобы они равномерно готовились со всех сторон. Ну, вот добавляю еще столовую ложку муки через ситечко. Делаю я это для того, чтобы не собрались комочки. Ну, теперь все перемешиваю снова. Ну, лука нужна для того еще, чтобы соус стал несколько погуще. Ну, вот теперь, наверное, надо положить помидоры. Теперь выкладываем помидоры. И тушим это все до готовности. Закрываем крышкой. Так. Ну, вот у нас уже цыпленочек готов. Теперь добавляем орехи. Насыпаем их по всей плоскости нашего блюда. Так. Отлично. Теперь чесночок. Так. Чесночок. Отлично. И, значит, теперь присаливаем адыгейской солью. Чайная ложечка. Вот. Адыгейская соль приготовлена моей женой. Правда, ролика еще нет, но он уже на выходе практически. Вы же солите по вкусу. Я перед окончанием готовки попробую. Если соли не будет хватать, я просто досолю. А теперь я поперчу. И теперь забрасываю ароматную траву. Травочку. Вот так. Ну, все. Закрываю сковороду крышкой. Пару-тройку минут постоит и блюдо готово. Можно раскладывать и есть. Ну вот, наше замечательное блюдо готово. Можно раскладывать и кушать с удовольствием. Для этого блюда можно приготовить и гарнир. Каждый готовит гарнир такой, какой ему нравится. Приятного аппетита всем. Ешьте с удовольствием. На здоровье. До свидания. Продолжение следует. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...